Что касается фольк-дансов? Украинские фольк-дансы? Вы видели «Габак» или что-то такое? У нас есть много групп, «Вирский» или «Вирский», они просто танцуют украинские фольк-дансы. Вы видели? Да, я видел. Вы любите это? В наших костюмах, национальных костюмах? Украинские фольк-дансы? Ну, я видел это два раза. Один раз я был в Москве для соревнованиях, и они имели «Тим-мач». И в «Тим-мач» были разные «Тимы» из разных стран, и они все делали «Энтри-данс» о своем стране. И украинские фольк-дансы украинские фольк-дансы, и я люблю это. Потому что это разное. И, опять же, в Америке, вы не получите много видов культуры, я думаю, что можно сказать, потому что Америка – это новое стране, и вы не имеете такой истории. Но в Европе, одна из самых интересных вещей, что Донни и я любят об этом, это, что есть такие виды истории и такие глубокие культуры. Так что это очень реврешенно для меня. Про украинские фольк-дансы. Хадди видела на одном из соревнований в Москве, когда разные группы представляли свои танцы, и украинцы тоже были в своих национальных костюмах, представляли украинский танец. Хадди говорит, что ей понравилось на самом деле, потому что в Америке, например, такого нет. В Америке очень молодая страна, довольно, в которой нет таких вот культурных традиций, как в Украине. В Украине вот все намного лучше. Ей она говорит, что действительно понравился украинский танец, так что мы действительно вернулись на то, что она понравилась. Что касается в Украине? У тебя есть время, чтобы ходить по кругу, чтобы посмотреть какие-то экскурсии, или у тебя не было время? Ну, я имею в виду, что мы не было много времени, но мы смогли идти к несколько ресторантов outside the hotel, и это было круто, в смысле, в смысле, как мы любим, и все было красиво, как украинский, фольк-стайл. И мы также, мы тоже были, мы 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 видим, в том, что мы были очень рады, в основном, в том, в Киеве, в том, что мы были очень рады, и мы не любим. Да, в Киеве. Да, в Киеве. Я не могу сказать, что не так, но в США, кто приходит, во всех этих зданий, они все-заводства, которые приходят в Киеве, где-то, когда они приходят из США к Немки, то, что украинский, потому что есть такой традиционный и историй, даже в архитектуре. И потому что мы живем в Калифорнике сейчас, это очень refreshing для нас приехать в Киеве. И Украина и Киев, хотя это европейский, есть специальный фингерпринт в ДНР, украинские люди, я думаю. Украинские люди seem to be very open, very open-minded. For example, if we go to Moscow, it's fabulous, and the Kremlin is fabulous, but the people there seem to be more closed, or more rigid, more regimental in their thinking. Украинские люди seem to be much more flexible and open. That's the impression anyway. Thank you. — По поводу Украины, успели ли ребята просто поесть, посмотреть страну и Киев в частности? Говорят, что да, немножко им удалось, они, по крайней мере, были в отеле, кушали украинскую еду, говорят, понравилось, все очень отлично, все очень с украинским колоритом, национальным. поездили по Киеву, очень архитектура понравилась. Говорят, что, хотя вот они живут в Америке, вот нет такое свежее дыхание, потому что есть разнообразные моменты, которые сочетанием современности и прошлого, вот это именно впечатляет. И по поводу людей. сделали комплимент украинцам, говорят о том, что украинцы очень открытые люди, вот очень приятные такие, потому что ребята действительно очень много посетили страны, вот если в частности сравнивать с Москвой, то в России, ну, кажутся более холодными, более закрытыми люди. А вот тут у нас все очень гибкие, все очень такие оптимистичные, поэтому мы вот тоже очень порадовались этого момента. А вот и украинский продукт, ты говоришь, что ты это делаешь? А вот и украинский продукт, потому что мы рады о борщах. Да. Ты понимаешь, что это очень вкусно? Да. Это очень вкусно, и это хорошо для тебя? Поговорите, что ты это делаешь? Ну, я пытаюсь быть осторожным, я пытаюсь к риску, или курицу, и курицу, но каждый раз я буду кива, курицу, что это, знаете, очень вкусно, или, знаете, что-то еще, как и борщ, это прекрасно, и всегда вкусно, и вкусно, и вкусно, и вкусно. И это разное, ты понимаешь? Абсолютно разное от американцев. Абсолютно разное от американцев. Это точно так. По поводу украинской еды, кушали ли борщ, и какую-нибудь другую еду, она очень жирная, не столь приятная для танцоров. Хати говорит, кушали, и они пытаются быть очень осторожны, но, тем не менее, кушали, не могут себе отказать в удовольствии, очень нравится, и борщ кушали, и котлеты по-киевски, и говорят, что да, действительно, абсолютно другая еда, и вот понемножку, да, хочется попробовать, и говорят, что действительно цена очень. и нет, и какие-то вопросы от наших посетителей. Потому что я просто... ... 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 Большое спасибо! About your dresses do you remember your first dress? В общем, у вас есть что-то трудно. Все, что вы можете сказать о его культуре, потому что они действительно пофига. Много, что делать, это очень полезно. Мне кажется, что рауна это с большим пасмом, почему в большинстве женщины начали танцевать это, чтобы они могли заперуть в рауну. Это не причина для того, чтобы я танц удар. Но я могу определенно видеть, как это подвести для ребенка. когда они увидят это, потому что это как фантазия. Это гляморист, и, понимаете, есть много ринестонов, и это вспомнил. И это очень сложно для каждой женщины, когда она подходит на красивую танцедресс с ринестонов, и это сделано, чтобы подходит ее тело, и с волосы, и с красивыми танцами. Это почти невозможно, чтобы женщине выглядеть злой. Ты прав. По поводу костюмов, да, Хадди говорит о том, что, наверное, на самом деле, большинство женщин пришло в танцы именно потому, что танцовщицы всегда очень красивы из-за костюмов, потому что каждой женщине всегда приятно выглядеть очень красиво, очень тончен, на великолепном платье, и, естественно, каждый из-за костюмов шедевр, и на самом деле действительно очень-очень красивый костюм. Спасибо большое, что вы пришли. И ваш последний вопрос только для наших посетителей, для наших фанатов танцев. просто приглашайте их прийти к нашим чемпионату, чтобы посмотреть на все эти танцы. Поехали. Окей. Палас – это спорт. Субтитры и субтитры. Да. Быть там, потому что это будет круто. Фантастик. 30 января, Интерконтинентальный hotel, the best dancers in the world. I mean, like, spectacular show. These superstars. Superstars. The superstars 2012 in Kiev. It'll be awesome. Друзья, приглашаю вас 10-11 декабря обязательно посетить дворец спорта, потому что будет великолепное шоу. Вы увидите чемпионат мира среди любителей, а уже 30 января 6 лучших пар 2012 года приедут в Киев для того, чтобы показать свое мастерство, посоревноваться. И вот тогда будет действительно великолепное шоу. Всех ждем, всех рады будем видеть. Пожалуйста, занимайтесь танцами, будьте здоровы. Thank you very much. Very kind. Thank you.